Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, у меня такая история, я не могу просить себя, что когда-то предал своего кота, который был ласковым, вылечил его и зачем подослечил своего врача, ему не нравилось, что кот, когда он приходил, бросался ему на ноги, я его отдал другим людям, а чем потом сильно пожалел, сейчас у меня другой кот, но он сам по себе не ласковый и кусается. Смотрите, в первую очередь здесь нужно разграничить, не испытываете ли вы вину от того, что другой кот сейчас ведет себя с вами иначе, это очень важно, потому что если дело в этом, да, то есть если вот дело именно в том, что другой кот вам не нравится, потому что он ведет себя, ну, не так, как вам вот хочется, вот, то это, ну, тут вы по большому счету, как бы получается, переживаете больше из-за того, что потеряли вот хорошего питомца, который вас, ну, в принципе, вот, как-то устраивал, и это не одно и то же, когда вы переживаете о первом вашем домашнем животном, вот, которое в общем и целом у вас было, да, это не то же самое, поэтому тут вот для начала было бы неплохо, это как-то несколько вот отграничить, отграничить одно с другом, понимаете, понимаете? Следующий момент, который хотелось бы, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что вы говорите, что зачем-то, зачем-то вы послушали врача, и, на мой взгляд, вот, очень важно вам увидеть, как бы, конкретно для чего и зачем вы его послушали, то есть это, на самом деле, ваша ответственность, но я это говорю сейчас не с целью вас обвинить, да, больше, а с целью именно, чтобы вы вот сами для себя попробовали этот момент увидеть, то есть вы же послушали врача, да, другого, другого человека послушали, и послушали вы, вероятно, ну, не случайно, то есть у вас были какие-то основания для того, чтобы его послушать, и я думаю, что это основание имеет смысл вам для себя увидеть хотя бы, да, вот, почему возникает, эм, чувство вины, да, откуда оно возникает, и, собственно, с чем оно связано. Вот, эм, чувство вины, как правило, эээ, связывается именно с тем, эээ, что человек не до конца, не совсем, он понимает, скажем так, эээ, то, что он хочет, вот, то, что ему, ну, то, что ему нужно, и, из-за этого, эээ, возникают, вот, такие трудности, из-за этого возникают, эээ, такие проблемы, из-за этого возникает внутренний, собственно говоря, конфликт, вот, и, соответственно, как мне в этой, эээ, ситуации видится, вам нужно для себя этот аспект выделить по возможности. То есть выделить для себя аспект того, чего же вообще, вот, я хотел бы, когда, вот, ну, слушал врача, да, когда отдавал, ээээ, кота и так далее. Ээээ, повторюсь, не для того, чтобы себя обвинять, у нас здесь цель не вас обвинить, а цель выяснить, прояснить то, что вы хотите, вот, понимаете, да? Да, и когда, собственно говоря, вы это проясните, да? Когда вам будет, ну, вот, эээ, более понятно, то, что вы делаете, эээ, ну, то, для чего вы делаете это, то, зачем вы это делаете, ээээ, то, условно говоря, ээээ, чего вы ожидали, то ситуация, как мне, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ что вы свои чувства не совсем хорошо отслеживаете, вы свои чувства не совсем хорошо понимаете и не всегда вот можете определить конкретно в данном промежутке времени, чего вы хотите, вам нужно вспомнить свои желания в этом аспекте, вам нужно отследить то, что вы хотите в этом контексте. И соответственно здесь очень важно, как мне кажется, поисследовать это, как мне по крайней мере кажется. Вот судя по тому, что вы описываете, я мог бы вам сказать. Следующий момент это, конечно же, прожить ваши чувства, условно говоря, если вы чувствуете, если вы чувствуете вину, то вам нужно с этим как-то обратиться. То есть вам нужно как-то с этим обратиться и нужно как-то чувство вины прожить. А самый лучший способ это сделать, вот для начала, например, извиниться, то есть мыслями извиниться, попросить прощения. Вот это вы, конечно, делаете все для себя. Вот. То есть понятно, да, какая здесь идет, какой план. Сначала вам нужно понять свою позицию, то есть сначала нам нужно разобраться в том, зачем вы послушали врача, вот, то есть что вы хотели, думали ли вы, например, что капу будет так лучше, или вы с чем-то были согласны с врачом, вот. Потом для себя понять, чего вы хотели, условно говоря, когда это отдавали кота, да, то есть как-то как бы вы его отдавали тоже не просто так, не просто так, вы его отдавали, потому что, ну, хотели это сделать, вот, как мне кажется. И вам это, опять же, важно увидеть, важно заметить этот момент. Вот. Потому что сейчас, как мне кажется, и как мне, вот, представляется, да, вы сами для себя этого не замечают. А дальше вам, в принципе, уже будет, как мне кажется, не соизмеримо, ну, не соизмеримо проще это делать, не соизмеримо проще вам будет двигаться дальше, не соизмеримо проще вам будет, ну, как бы, продолжать свою жизнь. Ещё один важный момент. Момент, а какое значение имел для вас код и что он для вас значил? Потому что мне, по крайней мере, показалось так, исходя из вашего сообщения, что вы слишком много придаете ему значения. Да, безусловно, да, безусловно, код, да, безусловно, любимый, ну, любимый домашний бетонный продаж, это все, безусловно, все очень, как бы, вот, это, безусловно, все очень важно, вот. Но мне всё-таки кажется, что слишком много вы этому уделяете, уделяете, опять же, своего внимания. Хочется спросить, а что ещё в вашей жизни есть? То есть, с чем вы занимаетесь, насколько вам интересна ваша жизнь и так далее? Такое сосредоточение на домашнем животном, причём не самом, так скажем, дружелюбном по отношению к человеку, ну, просто потому что, к которым, в принципе, к людям относятся довольно специфично, вот. Вот, оно, конечно, вызывает в данном случае вопросы, и вопросы довольно серьёзные, вопросы, касающиеся наполненности вашей жизни, наполненности вашего, ну, существования, так скажем, и того, чем ещё вы живёте. Вот. Вот, на эти вещи, на мой взгляд, нужно обратить вам своё внимание. На эти вещи, на мой взгляд, вам нужно, вам эти вещи необходимо заметить. Вот. Вам эти вещи необходимо увидеть, постараться. И вам эти вещи необходимо постараться для себя обработать. На мой взгляд, это принципиально важно для вашего дальнейшего, адекватного, я бы сказал, существования. Понятно, что сейчас вам тяжело, сейчас вам кажется, что ничего не исправят, но это только потому, что вы не видите для себя какого-то выхода. Это только потому, что вы не смотрите вперед, так я бы сказал. Тем не менее делать это необходимо, тем не менее делать это нужно, тем не менее действовать в этом направлении необходимо. Вы большой молодец, что обратились к психологу. Вот, вы большой молодец, повторюсь, что это сделали. Вот, но это только первый шаг, сейчас вам нужно потихонечку переходить к второму шагу. Вот, этот шаг я бы, собственно, назвал бы психотерапией. Вот. То есть, будет вам нужна психотерапия, по сути дела, сейчас. Потому что, на мой взгляд, самостоятельно вам справиться с этой ситуацией будет весьма и весьма трудно и тяжело. Тяжело. Вот. Как мне, опять же, видится, ну, в этом аспекте. Да? Вот. Вот. Вот так бы я мог вам ответить, в принципе. Сейчас. На этом всё, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен. За обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, это позволит вам начать двигаться. Дальше это позволит вам начать двигаться вперёд, это позволит вам увидеть для себя какие-то путешествия. Вот. И обратная связь позволит вам лучше увидеть свою позицию в данной, собственно говоря, ситуации. Вот. Позволит вам лучше себя понять. Чуть во вине это во многом связано с тем, что вы себя не можете понять, себя не можете увидеть. Вот. Хорошая новость заключается в том, что это решается. Хорошая новость заключается в том, что это корректируется. И хорошая новость заключается в том, что нет такой сложности, вот, которую, ну, в данном случае нельзя разобрать, да, нельзя рассмотреть, рассмотреть и нельзя вам помочь. Главное, чтоб было ваше желание. Удачи вам, всего самого доброго. Логово ваше желание. Продолжение следует...